Доброе утречко всем! Несмотря на то, что у нас в Риге пасмурно, иногда идет дождик, мой парфюмерный хомяк вдруг проснулся, почесал свое брюшко лапками и сказал, позевывая, что-то мы давненько ничего не пробовали, не заходили в магазинчики. И я сдаюсь, и у него на поводу иду в какой-нибудь магазин. Хочу попробовать еще раз хабанит Малинарда. Очень интересный аромат. В Амон есть коллекция у каждого парфюманиака. Настолько он необычный. Оскара Долоренто там есть новиночка, красивый флакончик такой. И в аромате много груши, которые мне нравятся. Ну и что-нибудь еще. А по дороге буду показывать вам все, на что упадет мой взгляд. Поэтому вот такая прогулочка пасмурным днем в сопровождении парфюмерного хомячка. Если вам интересно, едем вместе. Сегодня буду в куртке в осенние. Кстати, куплено тоже в секонд-хенде за 1,5 евро. Потрясающе села. Замечательная она подкладочка с капюшончиком. Цвет такой бежево-нейтральный. Поэтому яркий шарфик, яркая шапочка, та же самая сумочка. Джинсы и кроссовки, которые на такой качающейся подушве. На ней считается, что легче ходить. И сегодня без аромата, потому что, ну, если я собираюсь что-то тестировать, желательно, чтобы не было ничего вокруг меня. И, что ж, пожалуй, все. Главное не забыть зонтик. Я знаю. А это Каунцема, мы сейчас едем по Каунцемам. Каунцем. О, уже желтый клёник совсем. Да, все. Ну, в районе Шампатереса идем в Спицу. Так, ну, вот он наш большой торговый центр. Здесь есть несколько магазинов парфюмерных, куда мы сейчас со Светой пойдем нюхать духи. Вот этот Оскар де Лоренто. Вот этот вот хочу попробовать. Возьмите бумажку, да, я сейчас вам напрыскаю немножко. Вот такой красивый флакончик, там много игрушки. Так, давайте. Как вам? Сколько она у нас стоит? 46 евро. Такой фруктовый, там груши, я помню, что-то такое должно быть достаточным. Пока много этого спиртового. А, еще хотела вот этот вот Малинард Хабонита. Очень интересный, но он такой, это новенький, да? А, сейчас попробуем. Так, сейчас, секундочка. Хватит. Хватит. А, еще иначе, только спиртовый. Этот, ну, такой прямо интереснейший. Да, этот. Он очень интересный. Очень, мне кажется, очень нарядный. Нарядный, сильный какой-то, потрясающий, конечно. Ну, это да, это более такой легковесный. Вот эту Хабониту я все время хочу. Хотите? Хочу все время. Тяжелый очень, мне кажется, запах. Ну, интересный. На, на коже очень интересный. Ну, да, конечно. Ой. Вот надо дойти с ним до дома, еще раз попробовать это самое. Тут надо... Ну, в принципе, и пропал этот. Пропал, да? Угу. Ну, он легенький. Да, он такой, я так и почувствовала, что... Да, этот легенький. Угу. Ну, все, все. Новая туфелька появилась какая-то. Тут уже три туфельки. У меня ни одной туфельки. Я еще смотрю на всякие интересные флакончики. Смотрите, какая. Нельзя, не снимать. Да, хорошо. Здесь на втором этаже в Спице есть лидо. Такое место, где можно очень вкусненько покушать. Куда мы сейчас и пойдем. После того, как нас изгнали из рая парфюмерного, не дали нам там снимать, мы решили с горя пойти и немножко чем-то перекусить. Ну, а таким достаточно фруктовым... Света пьет кофе вкусненький какой-то. А я ем что-то такое, состоящее из разного рода фруктов. На фоне детской площадки. Здесь такая классная детская площадка. Так, у меня тут еще на руке ленточка. Какой-то нероли-аромат из серии Ванклифф и Арбульс. Коллекции Экстраординары. Пытаюсь разобраться. А мы пока идем в следующую Спицу, которая Хом, где все для дома. Там тоже есть много интересных магазинчиков. У нас тепло, хорошо. Мы гуляем. Это у нас вообще тут уже теперь... Жарко. Жарко. Да? Однолетки? Вот здесь была... Ну, красиво так. И вот уже были же холода, а вон все равно они... Геранька тут на улице замечательно растет. А как-то геранька, которая у вас дала корешок или не дала? Нет. Нет, да? Вот что мы Рината возьмем. Что? Это, помните, вы у меня спросили, а это что такое? Да. Оно растет дома. Растет, да? Вот так оно цветет. А, маленький, красненький, какой милый. Цветочек красивенький какой. Все равно будут все выбрасывать. Ага. Ну, давайте там потом, когда уже из магазина выйдем, тогда это сына. Надо сразу, чтобы не забыть там. Так. Нас, надеюсь, за это не арестуют? Нет, ничего не арестуют. Что они, потом это все выбросит. Ну, да. А вы продлите жизнь. Интересно, вообще смотрится такое, да. Да, да. Вот они цвели, все это шикарное. Я тоже сорвала, она так хорошо прирослась, цветет. Я, интересно, на камне расползла стеклянная ваза, так необычно. Как лава. Да, как лава. Какая-то новая экспозиция, раньше такого не было. Тут и грибочки всякие, что тут только нет, и опунции. Приятно. Много разных интересных вещиц. Вот такой. Мы такой с рыбкой покупали, а это с ящеркой. Книги ставить. Да, да, да. Забавные вещицы. Ой, какие котята вон там танцуют. Милые какие. Ну, настолько всего интересного для украшения дома. Да, смотрите, какая вот эта для подсвечника. Такой тонкий, интересный. Представляю, если вы поставите его в комнате. Да. И зажечь. Какая красота. Прелесть. Угу. Много интересных вещей, да. Интересных. Различных. Подобрана. Какие стеклянные. Красивые. Они где-то там... Да, они поменяли. Они раньше с той стороны стояли, теперь здесь. Да, они были там. Все тут. Где юзка была, они переехали. Какие красивые тут. Разные штычки. Кролик. Собачка. 24 евро. Не такие безумные цены, то есть, если действительно для подарка. Задаться. Задаться целью, то... Если очень надо. Можно. Еще раз. Такие куски. Состыкованно. Да, они смотаны. Зиванчик такой уютный. Маленький очень. Чашечку. А пуфик зато очень большой. Да, ножку можно сюда. Там уже какие-то новые появились часы. Мы здесь покупали эти гигантские, которые у нас висят в гостиной. Такие громадные, что когда у нас мастер, который должен был их повесить, он их увидел и долго смеялся. Потому что для него было шок. Такие часы почти как на вокзале. Да, почти даже больше, чем на вокзале, наверное. Мне нравится вот такая вот версия. Но я все время... Ну, как их дома повесить? Ну, у меня вот они висят дома на косяке, двери. Да, да, да. Нормально висят. Но у вас они там уместно. У меня я и живу. Хотя мне это нравится. Конечно, очень красивый комодик. У меня сейчас оценка. Оценка есть, но у нас все равно 336 стоит безумные деньги, конечно. Да, да. Но настолько оригинальные. А часы какие-то? Очень много интересных здесь вещей в Олан-Деко. Некоторые цены, конечно, вообще непонятно. 230 за такой вот стульчик. Ну, что в нем такого? Вы знаете, кресло это проблема. Вот посмотрите, сколько цена тоже. Да, 279. А было 399. Я искала себе кресло, как я все ноги отбила. Вот это потрясающе, конечно. Конечно, это корни и сверху стекло. Вообще впечатляет. Расплывшийся. Расплывшийся какой-то с самой Сальвадора Долитом на картинах. Практически копия. Ну, здесь уже совсем такое. Немножко уже чересчур даже. Ну, да, кому-то такой стиль нравится. Я уважаю. Мне все нравится ради Бога. Уютно человеку. Оригинально очень. Ну, когда много места, когда вот есть какая-то такая стена, тогда нужно такие зеркала повесить. Жуков. Жуков таких повесить. Это моя младшебничка. Это для меня был самый лучший подарок. Жуки, да? Да, все, это жуткие, зелень, ящики. Собочка с крылышками. Как они дела. Да, красиво очень. Хорошая. Маленькая собака Баскервилей. Такие тоже приятные чайнички, тарелочки такие. Вот для чего это? Для варенья? Для варенья. Оно уже протечет сквозь эти дырочки. Ну, вот здесь. Ну, это может быть, положить печеница. Печеница, наверное, да. Это для тех, которые вот так, двумя пальчиками едят. Двумя пальчиками. Маленькое печенице. Скоро мы с вами будем есть двумя пальчиками очень маленькая печеница, потому что мы на Тиете. Вот тоже интересный такой. Ну, правда, очень пестренький, восточный, но... Ну, да. Такой забавный, красивый. Конечно. Интересно, что там у него тут три? А, еще закрыто все. Чтобы лишний раз никто не трогал. Здесь времена. Цифры как-то наоборот. Забавно. Да, здесь очень много всяких забавных вещей. Ну, да. Так кого угодно могли бы запутать. Забавные какие-то вещи, даже непонятно тут. Для чего вот это? Для чего вот такая вот стеклянная ложечка? Стеклянная. Для чего это? Вот это ставить. Вот так вот. Ну, что там должно быть? Что-то такое. Мед, может быть? Мед. А, ну, мед бы красиво смотрелся бы, да, в такой вот. Где у него там дырочка вот так вот. Да, это было бы довольно интересно. Домики. Такие баночки в виде домика. Моя страсть. Домики всякие. А здесь объединено в одном. Чашки тоже мы ездили. Да, я тоже люблю. Решила собирать чашки. Потом, когда... Чашка с чихуашкой. Да. И с котиком. Потом, когда собрала часть, поняла, что их некуда ставить. Ну, так и есть. Да. Но все равно всегда хочется. Следующий магазин такого же направления Пьера. Так, нигде не могло найти. Ну, тоже интересные часы очень. Прямо видно, как механизм работает внутри. Это всегда так, да, отсвечивает. Это не магнитики? Нет, не магнитики. Просто слоник. Здесь так много. Такие милые. Таня у нас коллекционирует. Вот. Где можно ей покупать подарки. Куча всяких слоников с хоботком кверху. Как ей и нравится. Она удобная. Она у вас дома сейчас такое кресло? Она около батареи стоит. А, я как-то не заметила даже, да. В принципе, удобная, да. Такая хорошая выгнутая спиночка. Да, только у меня цветами такими. Вот так что. Ну, я не знаю уже. Они столько. Вот видите, с этой обивкой. Она 99. Как дешево. Надо же. Какая разница в 100 евро разница. Да, из-за обивки. Ну, надо же. Подушечки, так же, как и вьюзки различные. Пледики, подушечки. Ох, какой прямо такой бадуарный вариант. Мягкие подушечки, розовые всякие, покрывальцы, одеяльцы. Прямо так хочется упасть и там и лежать. И читать какой-нибудь любовный роман. Так, а что это у нас такое? Это что? А! Это сом какой-то. Или... Нет, это не сома. Кошалот. Это на скидке? Да, на скидке. Фарта что-то? Ткань очень простая. Угу. Уже надо начинать думать, да. Всякие подарки. Ну, вот эти кресла в разных вариациях. Еще есть такой. Красиво, если такая стена, ну, как бы, есть, где повесить. Да, очень приятно. Картина 34 или 24 евро стоит. Ну, в общем, 34, да? 34, да. Такая непонятная композиция. Здесь есть жираф. Здесь есть кенгулру с кенгуренком и крокодил. Погода распогодилась, солнышко появилось, и мы едем немножко еще погулять. На 22-м автобусе была компьютерная ферма. Ага. О, красавица. Здесь красиво. Да, особенно вот эти дома построили. Хорошо украсили, так как у нас очень было заброшенное место. Это музыкальная шкала здесь средняя какая-то? Музыкальная и балетная. И балетная, да? Да. Интересно. Там только фасад остался, да. Но все-таки фасад старинный, встроенный в новое здание. Очень интересное решение. Да, необычное. Неплохо. Долго не заселялся. И вот рядом построили тоже. Да, там новое совершенно здание. Внизу итальянская еда. Да, осталось только такое ощущение, что чуть-чуть фасада остался. Хвостик. Хвостик остался. Старинного здания. А остальное все новое. Здесь такие тоже красивые. Старый дом, да. Еще не отреставрированный, но приятный. Опять солнышко куда-то пропало. Солнышко, солнышко, появись. Да, и эркеры красивые. Вообще вот такой. Ну, тоже не отреставрированный. Но сейчас чуть-чуть его вот там, смотрю, балкон отремонтировали. Балкончик прямо в стиле Ромео и Джульетта. Прямо так. И кажется, что она там стоит. Джульетта не хватает. Джульетта не хватает. И Ромео тоже не хватает. Да. А так здорово. Вот они такое сделали там. Кстати, очень пользуется у студентов популярностью. Вот этот красивый. Прямо замок. Этот комплекс уже давно. Мы смотрели его хорошо. Он уже... Церковь эта красивая. Какая-то считается церковь Троицкая. Если мне не нравится, то свет мне. Ну, такой веселенький, прямо скажешь. Веселенький. Веселенький, розовенький такой. Может, я хочу рассказать про машинку. Впрочем, я хочу, что студенту покажу. Я, твои. Да. Мы, твои. Они обещали, что они не выбрали. Это ваша машинка? Это моя машинка. А-а-а. Вот. Это американская машина. Жалко, здесь не видно. А там выложено перламутром букет цветов. Надо же. Здорово. Да. И там вот разные толщины материалов. Все. У нее была одна иголка. Я сшила и сломала ее. И все. У нее иголка без колбочки. Ну вот. Так что... Да, очень оригинальная машинка. И это все дерево. И тоже там орнамент такой выложен. Я узнавала, что это американская машина. В то время в Латвии много было американских машин-швейнов. А вот просто зингер. Да, это тоже зингер. Вернее, подставка из-под него. Да, ножная. Ножная. Этиху уколы. Угу. Да, у нас тоже у бабушки было. Я помню. И что-то она даже на ней сшила. И даже я попыталась себе там палец пришить к чему-то. Да. Маленькая полезла там. Не сообразила, куда иголка колет. А она мне через палец проколола. Пазенда. Черная. Ресторан, который довольно вкусно готовит. Хороший ресторан, приятный. На день рождения ходила. Не в этот, правда, в центре. Но здесь тоже не уютно. И ничего. Это мы на улице Номитню сейчас. Идем тоже в Семакукулис покушать. Вот тоже интересное здание, красивое. Семакукулис это гостиниц по-русски. Гостиничек. Ну вот как идешь с гостинцем в гость. Напиши, говорят. Семакукулис. То есть гостевой... Под подарок. Калачик или куличик. Да, кукулис или муканка гостевая. Ну вот так это дословно. А так это гостиница. Они у меня тоже как-то не расцветные. Цветочные здесь на углу. Зайдем, посмотрим. Вот эти красивенькие. Как они называются? Вечно забываю. Глоксини. Глоксини, да. Глоксини, мединила. Кофе. Вот это кофе, да? Да. Глоксини, мединила. Они очень красивые. А короники тут они тоже очень пахнут. Розочки. Как все пахнет вкусно. Глоксини. Глоксини, это ваши золотые рыбки. Да, золотые рыбки. Да, маленькие. Ой, какой красавец. Какой красавец. Кливия маленькая, уже такой большой букет. Это клевия, да? Да, это клевия. И сколько здесь этих бромельевых. Да, это все выгнанное. Им там бедным столько всаживают этого, чтобы они цвели. А потом они долго не цвели. Ну, фиалочки такие простенькие, но все равно миленькие. Симпатичные. Да, симпатичные. Как всегда, лимончики какие-то, мандаринчики. Мандаринчики. Мы гуляем дальше. Такое дерево интересное. И домик со всякими разноцветными окошечками. Маленькие улочки. Итак, я дома. Итог прогулки. 10 тысяч шагов, что очень-очень неплохо, на мой взгляд. Это практически 7 километров получилось. Одно интересное растение, которое мы отщипнули. Ну, потому что уже октябрь. Скоро оно все равно погибнет. Его выбросят. Росло около магазинов. Таких кашпок, где сажают для украшения. Надеюсь, что оно приживется. Света мне подсказала, что оно вполне может быть комнатным растением. И оно очень мило цветет. Такими красивыми цветочками. Красными, маленькими. Пока поставила воду. Может быть, стоит посадить сразу в землю. Потому что по структуре листьев напоминает немножко что-то суккулентное. То есть, такое полу-кактусное. Мышенция, что ты лижешься. Тут мышенция меня дождалась. Мышенция дождалась. Долго-долго ждала. Скучала. Я, когда ухожу, колориферы, естественно, выключаю. Она около него любит греться. Поэтому сейчас включила. И мышенция здесь будет очень хорошо. Валяться во всяких моих джимперах и свитерах. И пару слов о хабаните. Пару слов. Хочу показать вам, почему, собственно, я на нее так сориентировалась. Потому что у меня до сих пор все выветрилось. Все, что я там не пробовала тестировать. Но вот эта хабанита, малинарда, она пахнет до сих пор красивым востоком. Медом теперь на мне уже пахнет. Уже какими-то пахло индийскими палочками, пряностями. В общем, всякими разными интересными вещами. Сейчас мы включим компьютер. Зайдем на сайт. И я покажу, почему я все-таки думаю, ее буду брать. В магазине 30 мл стоит, по-моему, 56 евро. А на сайте, на нашем одном, таком самом хорошем и дешевом, она стоит 75 мл. Тестер 28. Есть разница. Ну, конечно же, есть. Еще покажу быстренько. Новый аромат. Рифлемовский. Эклад Мон Парфюм. Получила вчера. Тоже хомячковые запасы пополнились. Поискала, что у меня еще есть. Их много достаточно выходило. У меня есть Эклад Фемме. И у меня есть Эклад Мадемуазель. Вот они теперь у меня все три. Все три немножко разные. Этот очень такой сухой жасмин, сандал, такое ощущение деревяшек, сухости. Этот очень нежный, чем-то напоминает Ланвин Эклад. Этот много каких-то красивых тоже фруктов. Там в сердце, по-моему, ирис был заявлен. Еще не составила свое мнение. Они все для меня такие благородные, изысканные и легкие. Может быть, кто-то ощущает на себе долго и хорошо. С меня они слетают довольно-таки быстро. Все практически. Поэтому какого-то такого места на Олимпе, моем парфюмерном, они не займут. Но достойные, хорошие ароматы. Вот такие тоже, такое пополнение было у меня. Итак, вот она моя хотелочка. Основные аккорды. Древесный, бальзамический, свежий, пряный, пудровый, ванильно-ароматический. Пахнет палочками. Для меня медом, какими-то специями. Так что написано, этот аромат был еще в 21-м году создан. Значит, это уже переиздание какое-то. Легендарные духи в знаменитом флаконе, украшенные водяными нимфами. Аромат звучит бесконечно долго. Тут я согласна. До сих пор он на мне просто как сумасшедший. Магический и чувственный эликсир для очаровательной, ображительной и сексуальной. Оригинальная пирамида аромата сохранила 600 эссенций, изменив их пропорции. Ну, что тут сказать? Надо брать. Вот такая у меня будет скоро покупочка. Второй аромат, который, конечно, намного слабее, намного проще по сравнению с хабанитой. Тем не менее, все равно, ну, прелестный флакон у него 18-го года. Бело-цветочный, туберозный, пудровый, зеленый. Он такой и есть, легенький, красивенький. Что у нас там? Верхние ноты груши, зеленые ноты ландыш, средние ноты жасмин, роза, тубероза, апельсиновый цвет. И базовый белый ирис, мускус и сандал. Тоже прекрасный, красивый аромат. К сожалению, нету его на сайтах, потому что он, наверное, очень новый. Есть только в магазине. Там он, ну, немножко дороговат, как на мой взгляд. Но тоже у меня в моих хомячьих хотелках. В общем, хомяк сегодня не смог потратить деньги, но большими буквами записал в своей записной книжке, что он хочет. На этом я с вами прощаюсь. Всего хорошего. До новых встреч.